Вытащит тебя из стойки утреннее шоу настройка Я лично хотел бы начать Бывают у нас звезды, которых мы спрашиваем Верят ли они в астрологию Верят ли они в какие-то астрологические прогнозы Вы по знаку зодиака Кто? Рак Вот смотрите, сейчас я прочитаю вам Ваш гороскоп На сегодняшний день День активизирует ваших тайных врагов И недоброжелателей Возможно незаслуженные придирки начальства И дополнительная нагрузка на работе Мне кажется начальство У Михаила Борисовича нет Давно у меня начальства уже нет Вот, но все остальное Вы какие-то гороскопы сами себе На каждый день или на неделю Пытаетесь составлять, чтобы жить по ним Ну вообще то, что вы здесь зачитали Это же не астрология А что? Ну как, не знаю что Это общие такие пожелания Нет, дело в том, что вот эти массовые прогнозы Которые печатают в газетах, в журналах Астролог так не работает Астрологи со времен еще Шумеров Они строили карту человека на момент рождения Там 10 планет Какая звезда восходит над горизонтом Какой знак восходит над горизонтом Надо знать день рождения, год рождения Время рождения И тогда уже как врач Должен что-то измерить Как психолог А то представьте скажет Что вот вы высокий рыжий И вот по этому признаку психолог должен сказать То ли у вас шизофрения, то ли истерия Вот, да нет, конечно Все это Вот этот Жанр появился где-то в конце 19-го Начале 20-го века Когда пошла такая Опять возрождение астрологии После периода упадка Ну и друзья журналистам помогли Астрологи тоже Не остались в долгу Да, да, не остались Поняли, что здесь можно На этом тоже зарабатывать На самом деле, конечно Вот такого типа прогноза Мы даже не пишем Так, хорошо У нас другое дело Мы делаем прогнозы на день Но это скорее картина дня Знаете, вот как погода Если я вам скажу Вы сегодня здесь простудитесь Нет Если я вам скажу Что сегодня похолодание Вот это немножко другое То есть, в принципе, наверное Не стоит верить всему тому Что пишут, получается Знаете, всему тому Что пишут Никогда не стоит верить Это, скажем Без всякой структуры А как же вот эти гороскопы Потому что так же хочется верить Особенно, когда тебе там напишут Допустим, старецы У вас сегодня там возможность Заработать денег Так же хочется Ребят, ну вы же не знали Вы же не хуже меня, знаете Я когда Вот когда начался Астрологический бум, что ли, у нас До этого вообще все было в подпорье Закрыто совершенно Помню, ко мне приехал Политковский Взял интервью Это был 88-й год Потом звонит Говорит, нет Редактор сказал Чтобы никакой астрологии Вот Тогда это вообще категорически нельзя было Что вы И тут Вдруг неожиданно В начале 90-го года Побежали Журналисты, телевизионщики Все Интервью Я так понимаю, что В ЦК там кто-то Или сверху А чего это у нас, ребята Насчет астрологии Плохо Спустили директиву Да, спустили директиву И все Сразу Вот тогда Мы тоже участвовали В таких вот прогнозах Но все-таки Старались Каким-то образом Делать Не Каждому Не знаку зодиака А все-таки Общую картину Ну В советское время Я знаю С астрологией У нас вообще было Очень все плохо 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 Просто было Никак Никак Вот как вы-то там оказались Тогда у истоков Это все Советская астрология Зря 10-14 Обычно считают К единоборствам Обнаружил Этого мира А если у нас Прислали сюда Книги Учебники Прислали сюда Таблицы Потом Мы стали у них учиться Бесплатно Хочу сказать Просто Они действительно Реально Хотели помочь А какие страны Считаются Двигателями Прогресса Астрологического Допустим Мы знаем Что Бразилия Германия Это футбол А вот по астрологии Какие страны Номер один Скромненько могу сказать Что сейчас Скорее всего Россия Это сейчас А книги Те были А книги До войны До войны Самыми двигателями Были Германия Немцы Немцы Неожиданно совершенно Общий доктор Почему немцы Между прочим Народ въедливый Мистический Вы Думаете Что немцы Хинея Как-то Еще у блока Сказано Нам внятно Все И острый Гальский смысл Тетрационально Французы И сумрачный Германский гений Мистический Немцы всегда Были мистиками Они издревле Интересовались Востоком И первые В общем-то Восточные практики Притащили немцы Сюда В Европу И они же Интересовались Древней астрологией Астрологией Индика Астрологией Латиника Я читал На немецком языке Вот эти переводы И там у них Была мощная школа Астрологии Но где-то Незадолго до войны Там пошли Не очень аккуратные прогнозы Один из них Ведущий Астролог Крафт Он собственно В Швейцарии жил Он сделал прогноз На Гитлера Что будет на него покушение Покушение действительно было Гитлер выжил Но службы Заинтересовались Они думали Что может быть Он сам И организовал Одним из участников Но когда до него добрались Выяснил что нет Он участником не был Но прогноз был точный Вот тогда они его взяли Так сказать Пригласили работать Но где-то Незадолго до Начала войны Он как раз и прогнозировал Что Германия потерпит поражение В марте 95-го года И астрология закончилась Ну а о том Что было дальше О том что было дальше Мы узнаем Через несколько секунд Друзья Ни в коем случае Не отключайтесь Настройка 10.26 Мы тоже сегодня Открываем в двери Заглядываем в будущее Потому что у нас в гостях Астролог и ректор Московской академии астрологии Михаил Борисович Левин Михаил Борисович Мы прервались На каком-то интересном моменте Да я просто рассказывал о том Как Крафт и другие астрологи Германские Начали предсказывать неудачу Поражение Германии Крафт дал дату Март 45-го года Давайте сейчас тоже Предскажем поражение Германии На чемпионате в России Будет здорово Всех устроит Я даже не знал Что она участвует Я к сожалению Участвует 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 Так вот Посадили их в лагерь И был приказ Расстрелять В Макан 31 марта И расстреляли Если бы он На два месяца ошибся Это была его ошибка В общем Гитлер Тогда вывел Практически всех астрологов До такой степени Что когда Началось возрождение Германии У них астрологии Своей уже не было И тогда В лидеры вышли Французы и англичане Английская школа Астрологическая Французская Вот итальянцы Неплохо у них Есть своя Швейцарская школа А сейчас я думаю Сейчас Вот мы еще Не очень шумим Но судя по тому Что мы умеем Мы их обходим Обошли довольно резво Ура Давайте немножко Ответим на вопросы Которые уже начинают Тихоньку поступать Вот Артем Давайте я зачитаю Да у нас от Арины Есть вопрос Доброе утро Решили сделать ремонт На кухне в июле Подруга сказала Нельзя Типа в это время Будет ретроградный Марс Вопрос вам Борис Ой Михаил Извините Ваше мнение Стоит ли делать ремонт Или надо Переждать это время Значит Ну вот Понятие Ретроградный Знаете Сразу Чтобы не тратить Все эфирное время Если вы выйдете На ютуб Там Такое сочетание слов Михаил Борисович Левин Астролог Или просто Михаил Левин Астролог Там популярные Коротенькие ролики Популярные Где рассказываем Что такое ретроградность Так вот В двух словах Планета на небе Ходит петлями Какое-то время Вперед Потом вернется назад Опять вперед Вот этот период Когда она идет назад Называется ретроградностью Мы так ее видим Вот В этот период Марс Это как раз связано С ремонтом В этот период Надо осторожней Опыт показывает Причем Достаточно богатый опыт Что То что вы делаете На ретроградном Марсе Потом придется переделывать Чаще всего То есть ремонт Вы можете делать Вам никто не запрещает Если вам нравится Потом придется Ремонтировать Заново Ну может это фан От ремонта Да Дело в том Ретроградный Марс Идет с 27 июня По 28 августа То есть если хотите Чтобы вам не пришлось Переделывать Чтобы не вылезли Какие-то скрытые Неприятности Подождите Делайте либо осенью Либо в следующем году А вот хорошо Можно делать Какие-то вот вещи Во время ретроградной планеты Которые будут Только в плюс человеку Ну это Во-первых Очень хорошо Просто заниматься Рутинным делом Вот то что ты раньше Делал регулярно Нового ничего Опять Зависит от того Какая планета Марс связан с Марсами Делами Ремонт машин Строительство Ремонт квартир Покупка Всяких Изделий Марсов Бухоружие Станков Оборудования Металлообрабатывающие И прочее Меркурий ретроградный В июле тоже Это совсем плохо Потому что практически Очень большой процент Не все сто Но очень большой процент Покупок Оказывается Не туда Не такими По качеству И прочее Поэтому мы Рекомендуем Регулярно смотреть За прогнозы Вот мы На ютюбе Каждый месяц Выкидываем прогноз На месяц И там Об этом говорим Когда чего делать Когда чего не делать Так давайте Мы ненадолго прерывемся Совсем скоро Вернемся обязательно Друзья Если у вас есть вопросы Нашему сегодняшнему гостю Плюс 7909 955 130 Вайбер Ватсап СМС 10.35 Столица Михаил Борисович Левин У нас в гостях Сегодня астролог Ректор Московской Академии астрологии И раз уж мы Начали говорить о том Что в июле у нас будет Ретроградный Марс Давайте наверное Может быть расскажем о том Что в принципе Может ждать нас летом Если можно Да не только летом Меня вот на самом деле Интересует У нас осталась Ровно половина получается От 18 года До конца 18 год Он вообще Удачный Хороший Ну ребят Это же смешной вопрос Для Васи Иванова Удачный Для Пети Семенова Несчастный То есть общего Нет такого прогноза Потому что вы говорили Что можно делать Общий прогноз Без знаков зодиака Двое за столом Играет в покер Один выиграл Другой проиграл У кого удачный год Удачный день сегодня Неудачный Ну да Нет Годы В принципе конечно Бывают годы Когда смертность выше Когда выше там Скажем всякие Происшествия какие-то Да Сигнологические Вот да Это да Бывают годы тяжелее Бывают годы легче Но на весь мир Я не могу сказать Может Бразилия там супер А у нас Давайте о приятном И как раз поговорим О Бразилии И о других странах Какие страны В этом году Астрологические Наиболее Симпатичные Для отдыха И безопасные Обычно Обычно Для отдыха То что симпатичные Это надо индивидуально выбирать А вот Мы смотрим Где Наиболее Так сказать Больше количества Неприятностей Погоды Так И где Ну вот я бы Не рекомендовал Скажем Летом и осенью Особенно ездить В район Филиппин Вот эта зона Отметаем Великие озера Американские Тоже Вычеркиваем Да Ну а так Вроде бы Это кажется Самое неприятное Мы по затмяниям Смотрим Прошла волна затмяни Значит здесь Будут какие-то Пертурбации Так В Крыму Все хорошо будет Этим летом Можно ехать Ну все хорошо Никогда нигде не бывает Это уж точно Ехать можно Тем более что Теперь есть мост Ехать можно Так Европа как В плане отдыха Вся ли хороша Вы знаете Ну опять Вот когда Мои клиенты Едут куда Они спрашивают Мне конкретно Куда лучше ехать Но если говорить О больших катаклизмах В Европе Ничего серьезного не ждет Отлично Хорошо Ну это хорошая новость Да Так Еще какие у нас есть Я все хочу узнать По поводу лета Какое лето то будет Что нужно Ты имеешь в виду По поводу погоды что ли Зачем мне погоды Что же Синоптик к нам что ли Пришел в гости О чем ты Ну тебе сказали Про зоны Какие хорошие Да у всех Про лето в принципе Не про отдых Не про то что там Нужно куда ехать А вообще Какие то может быть Есть там месяцы Где нужно там Аккуратнее быть Где наоборот Может там что-то Вольготнее Могу сказать Ну Если совсем серьезно Мы делаем картину Аварийности Не на все месяцы А вот конкретно Внутри месяца Есть определенные периоды Когда аварийность Резко подскакивает Сейчас Козерог значит Вот Конец июля Июня Простите Конец июня Будет повышен Аварийный Это четко совершенно И Ну Сейчас может быть Москве это будет тихо Потому что здесь Все движение перекроют Как я понимаю Вот И осень Тоже значит Если Плутон в Козероге Уран Здесь значит Осень Это Весы Конец весов Октябрь Вторая Середина октября Тоже вот такая аварийная А так в общем Я говорю Вот июль Ровненько спокойно Да Так же сейчас ровненько Повороты Марса будут неприятны Это конец июля Конец июня Извините Конец июня Начало июля И конец августа 20 числа августа Вот это будет Такой повышенной аварийности Это рекомендую Ездить Поаккуратнее Или ходить пешком Да Ну а мы сделаем небольшой перерыв Настройка Михаил Левин Астролог по-прежнему в гостях Утреннего шоу Настройка Огромное количество вопросов приходит Что только людей не заботит Вот например По поводу кухни мы говорили Можно ли делать в этот период В июле Да Но спрашивает Наталья А можно ли в этот же период Заниматься здоровьем Зубы, операции Какое-либо вмешательство В организм Операции тоже нежелательны Если вам не хочется переделывать Вот А здоровьем заниматься надо всегда Но только Другие формы Вот Что в этот период Все что я говорю Все что с Марсом связано Лучше ничего нового не начинать Вам политические вопросы Можно Михаил Борисович Здравствуйте Скажите Два слова Что будет с Украиной Сможет ли Украина Выйти из положения В котором она сейчас находится Положение Вражды с Россией Ну во-первых Украина Понятие широкое Я туда езжу регулярно У нас там филиал Два филиала В Киеве В Одессе Они не враждуют с Россией Это идиотская ситуация Сегодня политическая И внутри украинская Тоже ситуация Очень напряженная Вот эта языковая Я думаю Что им нужно По меньшей мере Десять лет еще Чтобы немножечко Снять напряжение Они не могут решить Даже вот Эта языковая проблема Она будет существовать Еще как минимум Я думаю До конца века Но В острой форме Она будет существовать Около десяти лет Я думаю В 20-29 В 30-м Где-то в 30-е годы У нас улучшатся отношения С Украиной Только к 30-му году Они будут улучшаться И раньше Они начнут улучшаться Через 2-3 года Но все равно Вот этот напряженный конфликт Существующий Между определенными слоями Украины и России Будет оставаться еще А санкции с нас Снимут когда-нибудь? Снимут Снимут Я думаю Что у нас через несколько лет Начнется положение Более мягкое Но Ждать что нас Запад примет с объятиями Не нужно Потому что здесь Здесь проблема совершенно другая Не потому что мы плохие Они хорошие Или потому что Они плохие Мы хорошие На самом деле Ситуация куда интереснее Идет смена лидерства Идет конфликт Межцивилизационный Западная цивилизация Чувствует дыхание России По нашим прогнозам Россия должна выйти в лидеры Начнет выходить в лидеры Мировые В 30-х годах В 30-х В 30-х Они будут нас не любить всегда Так что Но при всем при этом Конечно же Вот такая конфликт Напряженная ситуация Которая существует Сейчас на максимуме Она начнет рассасываться Через пару лет Ой, как хорошо Успокойся Пару лет потерпеть Не знаю Я думаю Что санкции Не так уж и плохо Они хоть нас Крутиться заставляют А то сидим Нефть качаем И ничего не делаем Да Сыр какой вкусный Стал российский Я прямо Адыгейский Невозможно Дорогие друзья Заканчивается время нашей встречи Очень интересной И конечно хочется поблагодарить Нашего гостя Михаила Борисовича За ранний визит Да, давайте напомним Где можно увидеть Давайте Как можно к нему обратиться Напомним про YouTube канал Да, про что еще Где еще можно вас встретить Конкретно Чтобы конкретно к вам прийти Во-первых Ко мне невозможно Во-первых, есть Академия Астрологии И если вы наберете В любом русскоязычном поисковике Московская Академия Астрологии Вы попадаете на наш сайт Там у нас целый коллектив астрологов Профессионалов Которые могут вас проконсультировать Могут дать совет Много чего могут Особенно родители про детей Это очень много И про здоровье детей И про способности И как ориентировать И про особенности характера Раз А во-вторых, есть у нас наш Астромагазин.ру Ух ты Ух ты Да ж такой Магазин причем Жор английский Буква Е на конце Астромагазин.ру Магазины Да, магазины Там у нас Много популярных Коротеньких текстов Для тех Кто не собирается Всерьез изучать астрологию Но просто интересуется Любопытно Да, и наш канал На ютюбе Это Можно выйти туда Очень просто Либо Астролог Михаил Левин Или Михаил Левин Астролог И вы там оказываетесь И получаете Каждый месяц Прогноз на месяц С раскладкой Плохих дней Хороших Когда покупать Когда что-нибудь не покупать Спасибо огромное Михаил Борисович Спасибо Ну а мы Утреннее шоу Настройка Как ни странно Появимся здесь В субботу Завтра Да В семь утра Счастливо Пока Пока